Ну что, салям, друзья! Меня по-прежнему зовут Саша. И вы, наверное, спросите, в какой же такой обстановочке я сейчас нахожусь. А нахожусь я всё на том же месте, где и находился раньше. Вот вы видите меня, вот обычное моё рабочее место, вот кровать, которая там не заправлена. И я снимаю на фоне вот этого всего, и я нахожусь вот здесь в углу. Угу. Дело в том, что у меня в комнате появилась невероятно красивая картина, и я решил на фоне неё снять видеоролик для вас. На самом деле, когда эта картина только появилась у меня, а появилась она, наверное, часа полтора назад, я вообще не понял, что на ней изображено. А сможете ли вы понять, что на ней изображено? Пишите свои предположения вон туда в комментарии, все почитаю, полайкаю, а в следующем видео сообщу вам, что же всё-таки здесь по правду нарисовано. Но нарисована тут довольно необычная вещь. Поэтому пишите, буду ждать. В общем-таки ладно, сейчас на новом месте я хочу огласить вам начало новой рубрики. Сегодня я начинаю новую потрясающую рубрику про казахов, которые удивили весь мир. И называться она будет традиционно «Я в шоке». Ладно, 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 это шутка. Хотя, может быть, мы сделаем такое название, ладно, нет. В общем, как она будет называться, я ещё по правде не знаю, поэтому вы это и решите. Пишите в комментариях свои варианты, свои предложения. А в следующем видео мы проведём с вами конкурс, проголосуем за самые лучшие варианты, которые мне понравятся и выберем название для этой классной рубрики. Пишите в комментариях свои предположения, я жду, потому что как бы рубрика без названия, это интересно. Казахи могут много чем удивить, но сегодня мы познакомимся с человеком, который за одну неделю стал всемирно известным, а неделю назад про него не знал ещё абсолютно никто. Интересно? Тогда оставайтесь до конца, а мы не будем медлять и поехали! Кстати, это видео взято с канала Айвар, поэтому ссылка в описании, это уже второе видео с его канала. Иманбек Зейкенов. Первая сумасшедшая история успеха случилась совсем недавно, и, возможно, вы о ней слышали. Алматы. Никакой не известный 18-летний парень из небольшого казахстанского города Аксу в один миг залетел во все уникальные чарты мира. Иманбек Зейкенов работал сигналистом на железной школе. А сигналист это тот, когда приезжают поезда, он типа сигнали, там, остановитесь или нет? Напишите в комментариях, потому что я не знаю. Наверное... Не знаю. Так бы и жил себе Иманбек жизнью железнодорожника, если бы не его любовь экспериментировать и делать что-то новое. В один из сурковых выходных от работы дней он нашел в соцсети ВКонтакте вышедшую в 2016 году песню Роузес, исполнителем Роузес Сэн Джона. Очень же это... А, понятно. Сэн Джона. Это была обычная рядовая песня американского исполнителя, не набравшая популярность. Ничего себе не набравшаяся популярность. Вон... Так, подождите, я эту песню знаю. Почему она не популярна? А, Иманбек ремикс. Несколько часов спустя свой ремикс на эту песню он выложил в свою маленькую группу ВКонтакте, не ожидая ничего и даже немного испытывая неловкость. Через некоторый... Так вот... А вот это вот она, вот это вот, да? Роузес. Амминькинер, мотататататарикимет. Оу. Вот это вот, да, ускоренная такая еще. Немного испытывая неловкость. Так я ее знаю, ее по всем радио крутили. Время эту песню начали размещать у себя крупные музыкальные солнышки. Так она и по радио, она и везде, она и в ютубе, и везде, реально. Так это он прославил эту песню, похоже. Усамая грана рейс, Иванбека на песню Роузес стал покорять страны одну за другой. Да. Сначала он возглавил все чарты Казахстана и России, а после устремился в Европу. Этот ремикс зазвучал изо всех колонок машин. Но никто даже не мог... У меня даже родители знают эту песню, я уверен. Сделал за несколько часов парнишка из казахстанской... То есть, понимаете, Казах прославил американского исполнителя. Я-то думал, что это не ремикс, я вообще не знал, что это его ремикс. Я-то просто эту песню, чтобы я не слышал, но я просто знаю, что она есть, и она крутая. Можно было, что ли? Уже вскоре ремикс завоевал все музыкальные... Да, это был просто лютый хит. Это и сейчас хит. Роузес. Вау. Там, по-моему, больше 100 миллионов просмотров уже. Обалдеть. Обалдеть. И все такое. У меня у самого на телефоне такая есть. И так получается, что эта песня была очень искомая людьми. Это означает очень большую популярность, я так скажу. Известный диджей. Ну, то есть, у меня даже нет времени деньги потратить, серьезно. У меня бы такие проблемы. И регулярно радуют своими композициями, которые тоже пользуются популярностью. На это все у меня ушло 2 часа и 15 минут. Два часа. Два часа стать такой звездой. Делал шуточное фото, что якобы возглавил Чарльз Шазам. Но это шутка. Но это стало правдой. Благодаря труду и экспериментам стало реальностью. Вот такие вот таланты живут в Казахстане. Иманбек. Которые за несколько часов могут сделать мировой шедево. Обалдеть, друзья. Если честно, я реально сейчас в каком-то шоке нахожусь. Слушайте, друзья. Что-то моя шутка про название этой рубрики «Я в шоке» становится уже не такой уж и сильно шуткой. Потому что после этого видео я реально сейчас нахожусь в каком-то шоке. Я реально, я прекрасно знаю эту песню. Я ее слышал уже не один десяток, может быть, даже двадцаток раз. Я постоянно... Даже я помню, мы недавно ездили с моим... С братом, моего папы. Домой он меня возил. И у него на радио играла эта песня. Я бы никогда не подумал, то что эту песню, можно считать, прославил Казах. Обалдеть. Когда они сказали то, что эта песня не набрала популярности, я реально такой, чего? Так это же хит, который из каждой колонки реально играет. А только потом то, что вот эта вот ускоренная версия, если не запретят авторские права, я вставлю вам сейчас послушать. А знаете ли вы эту песню? Пишите в комментариях, потому что я уверен, большая часть знает. Потому что уже на песне этой сто двадцать два миллиона просмотров, понимаете? А до этого она шестьдесят тысяч еле набрала, и исполнитель не был вообще таким популярным. А сейчас я просто понимаю, насколько исполнитель был удивлен, когда вот это все произошло. И я просто не могу даже себе представить. Сидишь ты такой, думаешь, какую бы песню тебе записать, чтобы стать звездой. И тут бабах, чувак из Казахстана сделал ремикс на твою песню, и ты всемирная звезда. Вот бы мне так. Но вы можете мне с этим помочь, если просто нажмите на красную кнопку подписаться, которая находится там внизу. И так, ну, внезапно я стану тоже какой-нибудь там звездой. Фух, как вы поняли, такая рубрика новенькая будет состоять у нас из вот таких вот казахов, которые покорили весь мир. Пишите свои предположения в комментариях по поводу картины, что на ней изображено. Я бы очень с радостью почитал, а в будущем расскажу вам, что это такое. Хотите ли вы больше видео таких вот, и кто будет следующий в нашей рубрике? Все пишите, буду ждать. Ну а с вами был я, Саша. Да, пока-пока, друзья. Саша. Да, пока. Пока. КОНЕЦ. Продолжение следует...